Ивановские школы готовят к новому учебному году. На их ремонт было направлено более 135 миллионов рублей. Из 52 учреждений работы продолжаются в 8 школах. Все остальные признаны готовыми. Чиновники городской администрации решили проверить состояние 33-го и 6-го лицеев и узнать, как были распределены бюджетные средства. Работы все завершены. Мы успели целиком и полностью. Я очень спокойна за то, что последние штрихи – это крылечко. В 6-м лицея отремонтировали столовую, санитарные узлы и производственные помещения. Это уже вторая приемка ремонтных работ в этом учреждении. В первый раз проверка показала неготовность школы. Школа не прошла первую проверку только из-за того, что были не завершены ремонтные работы в санузлах лицея. К сожалению, подрядчик начал работы достаточно поздно и в сроки нашей приемки не уложился. Помимо помещений для школьников, в 6-м лицее готовят к открытию филиал детского сада номер 23. Небольшое помещение с отдельным входом сможет вместить дополнительную группу из 15 детей. Директор учреждения говорит, что школа практически готова и остаются последние штрихи. А в лицее номер 33 работа еще кипит. Сейчас ремонтируют фасад здания. В лицее 33 в ближайшие два года будет продолжать осуществлять ремонт фасада. Есть еще одна сторона фасада, есть внутренний двор, фасадные работы и работы по благоустройству площадки. Поэтому так вот поэтапно мы завершим, наверное, в ближайшие два года все работы. Внутренние помещения школы уже готовы. Большое внимание было уделено столовой. Здесь не только обновили мебель, потолки и стены, но и закупили новое оборудование. Особенно рады приобретению параконвектомата – агрегата для приготовления диетической пищи на пару. Параконвектомат на 10 уровней, он очень прост в эксплуатации, на 10 уровней, то есть довольно-таки он объемный. Набирается здесь программа, он закрывается и потом все, продукт готов. Для того, чтобы определить готовность продукта, вот существует такая электронная игла. Готовность столовых проверяют особенно тщательно. К питанию школьников будут относиться с особым вниманием. Кормить детей будут в зависимости от особенностей их здоровья и даже возраста. В меню появится тыквенная каша, больше овощей и круп. Питание очень многое зависит. В настоящее время разрабатывает совместно с медицинской академией программа, которая будет предусматривать раздельное питание, специальное меню для детей, страдающих какими-то заболеманиями, отклонениями. И во всяком случае мы видим положительную динамику в организации питания. Только 14 из проверенных школ были приняты чиновниками без замечаний. Остальным 30 представители Госпожнадзора и Распотребнадзора вынесли рекомендации. Установить ограждения на радиаторах, заменить оконные блоки и демонтировать кладовки под лестницами. Сотрудники ОВД рекомендовали всем школам установить камеры видеонаблюдения. Повторная приемка от ремонтированных учреждений назначена на 20 августа. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.